Доброе утро, друзья! Ну что, начался новый день и начались новые проблемы, да, Лёшик? Да какие проблемы? Проблемы только в том, что это делать надо. Сейчас вам покажу, какая здесь ровная стена. Сейчас вот стоят вот эти направляющие в решётке. Просто посмотрите, что здесь творится. Комната будет где-то на сантиметров 10, а местами и 15 меньше, но зато будет всё ровненько. Сейчас я вот встану, вот посмотрите, здесь стена, это просто бочка, круглая-круглая такая. А вот если бы не переделывали, ты бы была диагеншей. Да-да-да, наверное, мне бы лучше думала здесь. Ну правильно, он же рассуждает там. Вот посмотрите, вот сейчас на тени очень хорошо видно, тень даёт вот этот ровный брус. И отражение на стене, это вот как раз очертание вот этой стены. Это просто жесть жестокая. По-моему, красивая. Да, ну здесь обшивали, я уже говорила, из последних сил, видимо. Нет, не из этого. Не стали с этим морочиться. Ну почему не стали? Потому что надо делать обрешётку. Ну. Вот это вот, это очень долго по времени. Но это ещё и дороговато, Лёша. Да. Ну вот я же говорю, последняя комната. Поэтому решили вот арголитиком пройти. Ну да, потому что он гибкий. То есть плевать, что это стена. Немножечко утеплили арголитом. Приклеили на это всё обои. Ну и так вроде бы комната. Да, 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 да. Минимально усилий в этом плане. Вот. Ну, кстати, по поводу минимализма поступил комментарий, что значит декор стен утяжеляет всё это, что вам нравится стиль минимализма. Там вы предлагали посмотреть каналы, где об этом рассказывается. Зеркала в пол. Сразу отвечу. Я ответила, но отвечу вот для всех. Друзья, во-первых, нам не нравится стиль минимализма. И мне не нравится вот эта кристальная чистота, как вы пишете. Она мне напоминает операционную, она мне напоминает больницу. У нас деревенский дом с корзиночками, с коробочками, с разными коробками на стенах. Вот это нам нравится. И не только на стенах. Да. Вот. Поэтому, Лёшик, это в мою сторону, да? Ну ты же у нас телец. Да, да, да. Пусть несёт и хвостом ударит и не заметит, пронесётся. Да. Вот. Поэтому, если вам нравится этот стиль, пожалуйста, как бы делайте в вашем доме минимализм. Да что хотите, делайте. Главное, чтобы вам это нравилось. Но мне такое, и Лёшику, да и дочери нашей. Хотя она, кстати, склонна к минимализму. Но, тем не менее, всё равно. Мне так неуютно в таком кристально чистом доме. Я имею в виду чистота по интерьеру, да, по мебели, по всяким деталям. Мне такое не нравится. Мне больше душу греют, я говорю. Вот ротанговые корзины, ротанговая мебель. Кстати, до того, как выбрать диван, я очень хотела сюда именно вот садовую мебель, ротанговый диван с мягкими подушками. Очень мне хотелось. Но я стала выбирать, и в Чеплыгине это сложно купить. В Липецке, да, есть, но очень дорого. Один магазин я нашла, вот на сайте висел этот диван. А когда я прям обрадовалась, так прям вся загорелась, а стала звонить, наличия не оказалось. Ну, и как бы по Москве тоже полазила. Я имею в виду по московским интернет-магазинам. Очень дорого. Короче, отмела я эту идею с ротанговым диваном. И сразу хочу сказать, мне плевать на то, что это садовая мебель. Я как бы не придерживаюсь вот этих мнений, что это только должно стоять в саду. Это очень хорошо смотрится, если это, конечно же, красиво вписать и в комнате. Ну, как бы это мое мнение. Но отмелась эта идея с диваном, потому что дорого, не купить сложности при перевозке. Он не разборной, а как его везти из Москвы в легковой машине Лешика, тоже не представляло возможным. Поэтому был куплен диван в магазине Хофф. Вот он сейчас здесь стоит. И в скором времени, я думаю, через недельки-три, может быть, через месяц щишку, он будет стоять вот как раз в том углу. Диван угловой. Так что, что, Лешик, примериваешься, смотришь, как тут все. Как тут все ровно, да? Вот. Что мы вчера еще сделали? Сняли вот с потолка, Лешик снял, как это, МДФ-панели. Они нам пригодятся. Вот они сейчас вот здесь вот лежат. Кстати, хорошего качества они. Можно даже в летнюю кухню их пустить. Вот сейчас еще задаемся вопросом, из чего может делать летнюю кухню. Я склоняюсь к газоблокам. Лешик склоняется к каркасам. Какой фундамент делать? Либо ленточный, либо каркас. Сейчас, сейчас прихвачу. Буквально на 30 секунд. Да, сейчас подержу. Подожди, ага, взяла. Лешик меряет, чтобы отрезать. Вот. Так что, уже думаем наперед. А, друзья, уже скоро весна. Уже буду... Пройдет зима, наступит лето. Спасибо парке из-за этого. Да, скоро мне нужно будет высаживать рассаду. Буду с Танечкой, со своей подругой. Которая теперь уже стала подругой. Буду советоваться. Вот, дело мастера боится. Буду сыпать вопросами, чего посадить, как посадить, в какую землю. Вот. Уже февраль не за горами. Так что, друзья, вчера сидим с Лешиком, рассуждаем. Как же хорошо, что так все получилось. Что по осени купился этот дом. Что сейчас спокойно, не думая о том, что там в огороде все сохнет, вянет сорняки. Мы спокойно здесь трудимся, наводим порядок. К весне все, думаю, с домом будет внутри хорошо. И вывалим на улицу. И там продолжится эта эпопея с ремонтом, с плиткой, с огородами, кухней и так далее. Так что, эта комнатка будет на сантиметров 10. Это все нормально будет. Меньше. Да нормально, да нормально. Вот, посмотрите, какие щели здесь. То есть, вышли даже, видите, за подоконник. Представляете? Вот здесь будет стена. Обалдеть просто. Здесь придется чем-то заделывать все это. Но это лучше, чем вот такая вот непонятная кривущая стена. Дома у нас тепло. После того, как отремонтировался котел. Наладился. Да, наладился. Здесь у нас теплынь. Ходим, можно сказать, раздетые. Вот, на улице сегодня у нас, наверное, минус 2 всего. Да и в морозы тепло. Вот такой кристальный-кристальный снег. Ну, а я сейчас пойду, соберусь в магазин. Надо сходить за продуктами. Кое-что там поделать. Кое-какие дела с налоговой. Сейчас буду задавать вопросы по поводу возврата 13%. Вот, я все-таки какое-то время работала. Может быть, удастся их получить. Вот. Так что сейчас займусь этим вопросом. Ну, и дальше по ходу, что буду делать, конечно же, буду показывать вам. Спасибо, что ждете видео. Спасибо за просмотры, за ваши комментарии. В общем, включусь позже. Ну, что, друзья, поделюсь с вами еще одной обновкой. Купила я на Валбрис очередной цветочек. Все из той же серии, что и вот эти цветы. Я имею в виду вот эти цветы. Ну, единственное, здесь такой пластмассовый горшочек. Не буду уже вытаскивать. Очень легкий. Вот там тоже такой же цветок. Все покупала на Валбрис. А этот цветочек в керамическом горшочке. Достаточно в таком тяжелом. И очень-очень похож на... Ну, не отличить, что это как будто бы настоящий цветок. Вот сейчас это будет красоваться здесь. И, в принципе, подходит по цвету и под нашего домового. Ну, в общем, как-то соблюдается здесь цветовая гамма. И давайте пройдем, посмотрим, что же там понатворил уже Лешек, пока я ходила в магазин. Лешенька, мы с проверкой. Ты вот только и знаешь, что с проверкой ходить. Покажи, что тут у нас уже вырисовывается. Обрешуточка готова, да? Сейчас я пройду так, чтобы свет падал в другую сторону. Вот. И уже зашито. Один лист гипсокартона уже ушел. Посчитали, где-то листов 6-7, наверное, уйдет. Ну, как раз это количество у нас и есть. Вот так вот сейчас это выглядит. Вот здесь, посмотрите, Лешек убрал весь этот пластик. И мы сейчас видим даже брус, из которого бревна, наверное. Это бревно. Да, бревна, из которого вообще был построен этот дом. Друзья, ажмурашки... Можно посмотреть, в каком состоянии это бревна. Да, ажмурашки по коже, потому что, ну, посмотрите, это настоящее дерево, замазанное причем глиной. Оказывается, глина сейчас это очень дорогой материал, между прочим. Короче, мы как-то разговаривали с Лешиком и решили, что наши предки, наши пращуры все-таки были нас умнее. Конечно, шагнул в прогресс вперед, но вот натуральные материалы, это, наверное, лучшее, что может быть вообще. Вот здесь тоже мы видим. Вот слой глины, я вам показываю. И бревно. Бревно сухое. В общем, меня радует состояние бревна. Здесь все, конечно, видите, как, насколько все придется здесь заделывать. Конечно же, это здесь... Откосы, наверное, тоже придется деревом, Леш, да? Я в шокушу не слышу. Я слышу. А, ты здесь еще молчишь. То ли гипсокартоном, то ли... А, может быть, даже придется гипсокартоном теперь все делать. Вот это... Видите, как на ширину подоконника даже ушла стена. То есть батареи у нас будут внизу. А вот от этой вот планочки пойдет... Ну, вот как здесь. Сейчас я вам покажу. Вот здесь. Вот. Чтобы не закрывать трубы. Трубы, чтобы можно было их менять и к ним добраться. Вот. Внизу будет вот так. То есть стена будет ровной, но внизу будут идти трубы. Вот. Один листик уже прикреплен. Это влагостойкий гипсокартон. Не буду долго объяснять, почему. В общем, так получилось. Так получилось. Можно было взять обычный. Но ничего страшного. Этот, конечно, подороже. И здесь ширина... Тут 0,9 обычный. Здесь 12. Вот, видим. И он подороже. Вот. Так что вот сегодня будем заниматься этой комнатой. Потом Лёшик уедет в Москву на работу. А я буду здесь всё это дело штукатурить. Открывать кирпичный завод, потому что вот эти две стены в зоне, там, где будет стоять диван, я хочу сделать кирпичиками. Здесь будет бра. Вот, Лёшик уже завёл. Это, кстати, этот кабель был здесь. Мы его используем. И у нас ещё и останется. Хороший запас. И кабель, кстати, хорошего качества. Медная проводка. И Лёшик говорит, что он мощный. Ну, там они различаются по мощности. То есть, тот, который выдержит, ну, хорошее напряжение, так скажем. Вот. Ну, а я сейчас пойду по мелочи что-то сделаю. Сегодня покрасила шкаф. Может быть, попрошу Лёшика вытащить ещё один шкаф, который в сарае. Под вытяжку он мне тоже пригодится. И, наверное, тоже его покрашу. Ну, что, друзья, дело движется. Медленно, но движется. А по-другому никак. Зашито два листа. Здесь Лёшик поставил распаивочную коробку. И уже вывел вот эти вот два провода. Это здесь будет бра. Бра я вам уже показывала. Бра заказывала в Хофф. Кстати, в Хофф пришёл у Лёши ещё один стеллаж. Я его заказала тоже в эту комнату. Пока не знаю, куда. Ну, цели были. Сейчас не могу показать. Там за столешницами есть некрасивое место. Возможно, он мне закроет. То есть, там распределение на тёплый пол. В общем, вот эти все трубки, провода хочу закрыть. А может быть, в другое место пойдёт. Вот. Здесь также перенесена розеточка. Вот. Вот столько провода у нас осталось. Он, кстати, нам пригодится. Я вам говорила, вот медный, хороший провод. Мощный, да, Лёш? Да. Вот. Всё по уровню. День близится к концу. Лёша говорит, вот, закрою эту стену. Завтра останется вот эта часть стены и возле окна. И всё. Лёшику нужно будет ехать в Москву. А у нас начинается метель. Дочь мне говорит, что какой-то, какая-то циклон Надя, да? То есть, очень сильный снегопад ожидается. Ну, вот, сегодня очистила дорожки. Ну, на самом деле, зима очень снежная. И посмотрите, какой чистый снег. Вот я сейчас показываю дом соседский. Вся крыша в снегу и крышу практически не видно. Она слилась с небом. Вот такой пушистый, кристальный снег. А я вам хочу показать, что я ещё нарыла на Вайлберис. Посмотрите. Ну, это прелесть. Ну, вот как отказаться можно было от этого товара? Это вот такая туфелька, а в ней розы. 300 рублей, по-моему, стоит. Сейчас полистаю. Вот. Ну, прелесть. Куда-то пойдёт эта туфелька, украсит какой-то уголок. Вот, ну, прелесть. За 300 рублей вот такой декоративный цветочек. Вот этот цветочек мною сделанный перекочевал в ванну. Очень выручает это окошко. В ванной всегда светло. Это второе окошко. И чем я буду заниматься? Это вот сейчас хочу за герметиком силиконовым. Лёшек был в магазине, оказывается. Что-то я сегодня уснула после обеда и даже не слышала, как Лёшек выходил. Вот уже смотался в магазин. Сейчас этим герметиком хочу вот с той стороны пройтись, чтобы всё было, ну, какие-то испарения будут на окне. Всё-таки это ванная, чтобы дерево оставалось защищённым. И герметиком ещё пройдусь вот здесь. Вчера я на титан приклеила вот этот вот принтус у ванной. Да, он держится, но ещё хочется герметиком пройтись и вот здесь. Вот там тоже. Ну, вот видите, вот герметик просится вот сюда. Всё это было оторвано, всё раздражало. Вот ещё нужно прикрепить вот эту полочку. Полочка хороша. Вот, так что вот такие сегодня у нас дела. Чем мы занимались, вам рассказала. И, наверное, на этой ноте буду заканчивать ролик. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok